Всем перегруженные 808 пацаны, сегодня у нас вольная вариация, вольная, очень вольная вариация на тему трека Симми и Майота, на продакшн от целых трех продюсеров от Думи, Висы Гэнг Битс и Тони Солья. И на тему этого видео я делал опрос и 90% людей захотело увидеть такой видос, так что приступаем. И темп нашего проекта на сегодня 125 ударов в минуту, как в треке оригинале, и добавим Omnisphere.ru. И в ней тыкаем патч-браузер, и мне кажется идеальным для этого трека это текстуре с плейбл будет выбрать, потому что это как бы и текстура, то есть какой-то такой просто фоновый шуб, но содержащий в себе плейбл. И можно играть, то есть в нем есть какие-то ноты. Здесь в жанрах я выбираю электронику для того, чтобы звук был таким синтетическим, каким-то немножко звенящим, ну типа как в оригинале, я по крайней мере таким его задумываю. И возьмем... Этот звук мне кажется подходящим. И наш скейл на сегодня это какой-то там D, то есть R. Вот так. И вот так. И добавим еще нотку сверху. И давайте все это продлим не на 4 такта, а на 5 тактов. Вот так. Ctrl-Q. Чтобы после того, как мы его заресэмплим, потому что отступление тихое, мы как бы вот этот первый такт просто отпилим. Теперь отправляем его на какой-нибудь там второй, давайте, канал микшера. И повесим прокьюшку, чтобы отпилить низ. Потому что вот самая высокая нота вот эту всю ерунду создает. Нам это нужно просто немножко прибрать. И вот все стало хорошо и приятно. Теперь вешаем сюда Little Alter Toy. Alter Boy. Постоянно путаюсь его названия. Little Alter E-Boy. Вот так его назовем. И Link включаем, Pitch убавляем, слушаем. Неплохо, но надо убавить микс до половины. Таким образом звук на октаву ниже подмешивается к основному. Это не как Half Time, который типа просто все замедляет. Поставим в Piano Roll. Ctrl-Alt-C. Включаем Enable Insert Effects. Enable Master Effects можно не трогать. Жмем Start. И вот здесь видно, что типа начало совсем тихое. Мы его обрежем. Ну а скачать проект, который получится в финале этого видео, со всеми настройками, сэмплами, со всем-всем-всем-всем-всем-всем, вы сможете у меня в инстаграме по ссылке в описании. Как только этот ролик соберет, 3333 лайка. Так что если вам кажется, что атмосфера, которую я сделаю, будет крутой, или вам понравился оригинальный трек, или вы просто хотите поковыряться в проекте, просто ставьте лайк, и уже очень скоро вы сможете этот самый проект скачать. А мы тем временем подгоним этот звук под наш реалий. EQ в минус. Boost добавим. Да-да-да, то, что нужно. И теперь давайте выберем лезвие. Вот так вот отпилим. Есть как бы еще один вариант. Мы можем вообще вот так вот это сократить, и просто включить стретч, и все это растянуть. Потом включить здесь вместо ресэмпл тоже стретч. Чтобы звук стал еще чуть-чуть испорченным за счет того, что мы его немножко растянули. И давайте DECLIKING MODE поставим GENERIC. И в этот звук хорошо бы добавить какое-нибудь движение. Давайте отправим его на какой-нибудь канал микшера. И повесим сюда бесплатный плагин Dirty Filter. В нем убавляем драйв. И давайте LP с 6 где-нибудь до максимума. То есть включаем вот эту штучку. Ставим сюда на 7 пусть будет. Create Automation Clip. И просто делаем вот так. Появляется уже небольшое движение. И кстати, есть еще один вопрос. Впереди нас ждет много крутых релизов. Как минимум альбом FLADA, альбом Markkula, альбом TAPE и Kizaru. И что-нибудь из этого вы ждете? Вот, например, лично я ждал Markkula и FLADA, но вот этот крайний, последний, самый новый сингл Markkula, честно говоря, меня не очень вдохновил. Но тем не менее, естественно, альбом я все равно послушаю. А что вы об этом думаете? То есть если вы не ждете ни один из этих трех альбомов, может у вас есть какой-то релиз, который вы ждете, которого я не знаю. Напишите в комментариях. Мне будет очень интересно прочитать. В ожидании никаких релизов вы прямо сейчас находитесь. Дадим чуть больше движения за счет ShaperBox'а в Volume. И вот здесь какой-нибудь из сайдчейнов. Я вот это трогать не буду, потому что мне нравится такое более медленное движение. Смотрите. Это не очень прикольно звучит, но есть такая классная штука. Мы можем потянуть вот за эту штуку и... Теперь вот это огибающее влияет только на диапазон частот выше какого-то там, потому что, типа, низкие частоты не задействованы, но... Высокие частоты обрезаются. И за счет этого звук полностью не пропадает, но добавляется такое довольно прикольное движение. Ну и добавим теперь Pro Q3, чтобы убрать не то чтобы вот эти резонансы, как их можно назвать, это скорее нотки. Отдельно звучащие и стреляющие нотки мы их приберем, чтобы сделать больше акцента на то, что это текстура. И побольше низа мы приберем в сайде. Общий низ тоже чуть-чуть убавим. И можно в середине немножко прибрать mida. Так стал звук более звенящим и стал больше похож на текстуру. Теперь мы этот эффект усилим с помощью Fresh Air. Больше 20 не надо явно. И чтобы добавить еще капелюшечку ритма, можем накинуть сюда 3 MOLATRA. Depth убавим до где-нибудь 20 с небольшим. Теперь давайте добавим биточек. Вот такие я подобрал ударные, они почти все из PBS, либо из вот этого майка зары, жары, не знаю. Еще я хочу, чтобы в конце там было... То есть, типа, изменение высоты тона. Поэтому дублируем. Это до 8 тактов. Заходим в настройки. Range ставим на 3, потому что я хочу поднять на 3 полутона. Потому что вот так выглядит аккорд D минор. Главный аккорд нашего скейла. И типа, поднимаем нотку на 1, 2, 3. И она оказывается на второй нотке, которая входит в наш аккорд. То есть, типа, она сочетается с ноткой D. Поставили 3. На pitch правой кнопкой мышки тыкаем. Делаем Create Automation Clip. На первую точку правой кнопки мышки. Copy Value. Чтобы именно скопировать изначальное стандартное положение ноты. Я хочу поднять вот здесь. Вот. Переключимся давайте на одну вторую. Правой кнопкой мышки создаем точку. Face Value сюда. Поднимаем на максимум. Потому что у нас в Range стоит 3. Поэтому максимум для клипа автоматизации это 3 полутона. Протягиваем вверх. И вот здесь вот давайте сделаем вот так. И движение вниз. Давайте поставим на 33. И потом посмотрю, нормально звучит. Оставим. Нормально. Мне нравится. Оставим так. Теперь давайте займемся битточком. Еще там, по-моему, один прикольный эффектик с клэпами сделан. Так что заходим в настройки. И нам нужно поработать с LFO. Атаку убираем в ноль. Amount выставляем на максимум. И Speed. Еще Global и Tempo тоже включаем. Speed какой-нибудь 8%. Слышите, клэп немного искаженный. Это за счет вот этого LFO. То есть очень быстро изменяющаяся громкость. Теперь Ctrl-C, Ctrl-V на второй клэп. С ним мы сделаем то же самое. Только давайте еще немножко его сократим. Вот так. Также идем в настройки. Атаку в ноль. Amount. Speed. Вот как-то так. О, давайте ему еще EQ в минус. Вот так прикольнее звучит, по-моему. EQ в минус. Boost побольше. Клип включаем. Сделаем его немножко испорченным. Еще, конечно, Shift крутим, чтобы было покруче. И паттерн хэтов звучит как-то так. А если так? Вот так прикольнее. И там есть еще один закрытый хэд. Давайте с ним проделаем примерно то же самое. EQ boost. И тоже ему настроим LFO. Вот так. Переходим в одну треть. Вот так. Как-нибудь вот так. Правой кнопкой мышки тянем вниз. И каждый второй звук сделаем чуть потише. Угу. Вот такой паттерн хэтов. Ctrl B наверху выделяем. Теперь добавим Crash. В нем мы чуть-чуть крутанем Out. EQ в минус. Чуть-чуть добавим громкости. Еще я хочу сделать такую штуку. Stereo Delay. Чтобы не вешать на него стерео шейпер. И он стал чуть-чуть пошире за счет задержки между левым и правым каналом. И давайте перед Open Head пропишем басец. В нем я хочу EQ добавить наполовину примерно. И Envelope настроим так, чтобы мы контролировали его продолжительность. Чтобы можно было делать короткие нотки. И звучит он типа на нотке D. Вот как-то. Я сделаю бас более частым, чем в оригинальном треке. Просто чтобы поприкольнее звучало без вокала. Только сократим. Тут у нас кика не будет. А здесь. Вот здесь. И теперь еще давайте вот так. Чуть добавим. Теперь кик. Кик у нас почти полностью будет совпадать с басом. Кроме пары моментов. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Вот этот его не будет. И вот здесь не будет. Немножко кик подбустим. Бас в пианороле чуть-чуть убавим. Open Head будет прикольно звучать именно с басом. И еще с ним давайте сделаем то же самое, что с закрытыми хэтами. EQ в минус. Забустим. Настроим ему продолжительность. Причем релиз до конца убавлять не будем, чтобы хвостик маленький оставался. Заходим во вкладку Envelope. Атаку убавляем. Speed добавляем. Amount на максимум. Вот по-моему 6% звучит прикольнее всего. И теперь пропишем местами там, где совпадает с басом. Вот так, например. Вот здесь покороче. Вот здесь. Теперь давайте все это сбросим на микшер. На бас я хочу закинуть отдельно только клиппер, потому что мне кажется, его будет достаточно. Чуть-чуть убавим клип, чуть-чуть добавим softness и чуть-чуть гайна. Давайте полтора децибела. Он немножко стал сжат. И теперь на клиппере, на мастере. Чуть-чуть давайте пол децибелечка добавим в буста. И клип убавим до 86. Кик убавим. Все остальное включаем. Наверное, основной инструмент нужно чуть-чуть убавить. Можно включить oversample. Это, конечно, нагрузит компьютер. Но как бы в высоких частотах как будто бы прикольнее стало. По факту oversample, это если очень сильно упростить, то все те изменения, которые вносит этот плагин, они просто будут делаться с большим битрейтом. Теперь давайте соберем групповый канал ударных. И, конечно же, канал с реверберацией. Тут он совершенно необязателен, но мне хочется. Выбираем room, tight room. Поднимаем средств низких частот. И его тоже роутим на канал с ударными. На канале с ударными, естественно, кидаем Saturn. И все, что выше полутора условных килогерц, мы clean tube и подогреваем. Теперь давайте все по чуть-чуть отправим в реверб. Канал с ревербом убавим. И еще на канал с ударными закинем озоны майджор, конечно, куда же без него. Вот этот бенд поднимаем, вот этот бенд поднимаем. Включаем stereo ice. И чуть-чуть добавляем. Много не надо. Ну и можете написать в комментариях, вообще попал я в атмосферу трека, потому что, по-моему, звучание прям подходящее. Ну и в качестве развития можно на инструмент накинуть half-time. Я думаю, прикольнее будет, если поставить одну четверть. Жмем вот сюда вот. Крутим mix. Create automation clip. Просто здесь его включаем. А вот здесь убавляем. И вот так. Вот тут еще я хочу сделать паузу. Тудун, тон, тон. Ну, типа, как-то. Бум-бум будет из вот этого кусочка. И потом half-time заканчивается, начинается основная часть. Здесь можно сделать паузу другого рода. Выделить только вот этот тудун в басе. Вот здесь мы все уберем. Вот так вот сократим. Пробежку по хэтам уберем, наверное, тоже. Сделаем вот так. Тан-тан-тан. То есть... Можно еще все вот это тоже отрезать. Чтобы еще короче было. Ну и я хочу сделать еще одну маленькую фишечку из оригинального трека. Кидаем на канал с инструментом кассет-транспорт. Бесплатный плагин. В нем свеча с volume-rotor-volume-обавляем. Он нужен для того, чтобы делать вот так. И вот это уже мы вначале сделаем. Поставим playtime 1 бар. И нужно сделать пару клипов автоматизации. Включаем вот эту кнопочку опять. Жмем на play. И жмем create automation clip. Теперь снова включаем эту штучку. Жмем на stop. И жмем уже не create automation clip, а link to controller. Выбираем вот эту кнопку play. И в очень важную в mapping formula ставим не input, а inverted. И жмем accept. Чтобы типа автоматически перещелкивалось. Когда мы клипом автоматизации включаем кнопку play, кнопка stop автоматически отжимается. А stop time, кстати, поставим, наверное, 1 восьмая. Самое начало чуть-чуть подсократим. И нам нужно нарисовать так, чтобы какой-то микроскопический промежуток времени кнопка stop была нажата, чтобы потом нажалась кнопка play. Вот так как-то. Да, то, что нужно. И здесь я хочу сделать wow, чтобы был. Так что давайте вот сюда точку поставим. Вот так вот. То есть здесь он отключается. Где-нибудь здесь снова включим его. Но это уже не важно, потому что мы сейчас клипом автоматизации и сам кассет транспорт отключим. Чтобы правая кнопка мышки сюда create automation clip. Чтобы он у нас вот здесь вот благополучно отрубился. И больше не играл. Теперь давайте уже закинем озон на мастер. Так, нам нужен здесь, во-первых, exciter. А во-вторых, imager. Exciter поставим на первое место. И в нем я хочу выбрать enhance high-end. А на imager поставим enhanced space. И вот такие вот настройки на максимайзере. Теперь, если вы хотите сделать пожестче, то можно клип еще немножко убавить. До 79, например. И 13% сделать softness. А если сделать чуть помягче, то чуть больше 80 клипов. В общем, вот такое звучание мне нравится. По-моему, это довольно точное попадание в стиль. И перед тем, как мы послушаем этот шикарный, надеюсь, по вашему мнению, биток, напоминаю вам, что у меня есть видеокурс по битмекингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я, который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. Чтобы узнать о нем подробнее или его заказать, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне в инстаграме, в директ или вконтакте в личные сообщения. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. И если это видео показалось вам капельку полезным, чуть-чуть интересным или просто понравился биток, то смело ставьте полностью заслуженный лайк под этим видео. И, конечно же, обязательно, обязательно, обязательно подпишитесь на канал. От этого мне станет очень хорошо и тепло на душе, а вам это ничего не стоит. Если вы смотрите на компьютере, просто немножко промотаете и нажмите кнопку подписаться. А если смотрите на телефоне, просто из горизонтального режима перейдите в вертикальный и нажмите кнопочку подписаться. Сделайте это прямо сейчас. И на этом у меня уже точно все. Надеюсь, вам было интересно со мной в этом видео. И я уже жду вас в следующем. Продолжение следует...